я приветствую вас во второй части урока по решивку по описанию по разбору композиции и если кто вообще сюда зашел не смотря первую часть то мы сейчас будем разбирать вот эту композицию давайте посмотрим на нее в отрендеренном виде хорошо на самом-то деле есть немножечко конечно же и пост обработки в автор эффекте который я покажу но по большому счету композицию сейчас мы будем разбирать именно здесь в автор эффект я покажу некоторые лишь аспекты и что нам здесь интересно во первых вся геометрия которая здесь находится она исключительно собрана из каких-то деталей все детали были собраны из пока видео call полет машин дизайн 2 по большому счету потому как я не моделлер и не вижу смысла изобретать велосипед если вижу что-то мне необходимое в уже изготовленном виде я это беру этим пользуюсь значит пак отсюда были взяты какие-то и детали какие-то элементы то есть мы сейчас можем посмотреть у нас есть какие-то части визуально которые нам как-то интересные давайте выберем здесь вот такой вид чтобы было видно наглядней какие-то элементы они проработаны какие-то нет в каких-то пришлось включать subdivision surface например вот у этих потому как иначе они не сглажены потому что некоторые элементы очень маленькие по размеру приходилось все подгонять под какую-то общую болванку значит есть несколько каких-то объектов просто-напросто дурнослойных друг на друга есть такое колечко есть вот такое кольцо есть клонер который заклонировал шайбочки по периметру по окружности окружность мы взяли из circle вот этот circle вот окружность по которой заклонированы болтики все это на самом-то деле очень просто элементарно композицию построить в с точки зрения геометрии накидать сюда кучу всякого мусора это не проблема проблема выстроить композицию целиком при рендере значит мы рендерим все redshift то есть еще не понял давайте включим ipr окно нажмем клавишу рендера и мы видим что у нас за секунду что-то произошло и что-то у нас здесь перекрыто я подозреваю что все сломалось просто потому что а я не погрузил сюда текстуры сейчас мы все обновим ну вот отлично все текстуры нашлись все подгрузилась и мы с вами видим почти в режиме реального времени отрисовку картинки достаточно сложного объема большого масштаба и выглядит это просто великолепно даже с точки зрения того что это реальный рендеринг не обман то есть это просто великолепно настроенное освещение с точки зрения композиционного характера давайте включим камеру если мы сейчас перейдем вид от камеры мы увидим что у нас рендериться сразу все мгновенно и вот мы повернули и вот у нас отрен дрелась и вот у нас все повернулась и все отрендрилась почему я это что еще раз redshift очень 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 высокая скорость рендеринга значит по окружению окружение этой композиции обычная hd-ray карта загруженная в дом ларит это от коллекции видеокол палит backlight hd-ray номер 35 значит все только это освещение помимо этого у меня еще есть area light который находится вот здесь он находится сбоку и есть еще один area light который находится немножечко правее он поуже будет вот такой полоской сделано не исключительно для того чтобы добавить еще 1 подсветки слева и справа если сейчас мы отключим дом light то увидим что свет все равно имеется но на самом деле композиция менее синяя стала такая знаете ли что ли чебешная но свет сзади и весь мусор цифровой шурешки они все видны не охота поэтому добавили заднего фона вот все прекрасно слилось по свету разобрались у нас есть материалы давайте поговорим о материалах есть интересные моменты которые хотелось бы затронуть например есть материал здесь к сожалению не видно но на в оригинальном видео в оригинальном конечно же ролике который я вам показывал там есть материал и он у нас немножечко по шваркам в данном случае здесь металл вот здесь на своих экранах вы это можете увидеть то есть у нас есть такие вот по шаркости по такие потертости у металла делается это следующим образом у нас есть chrome мы заходим в новой настройки мы подгружаем сюда текстуру нас есть текстура мы указываем путь и нам необходимо грузить эту текстуру никуда иначе как в параметр base properties reflection и reflection roughness подгружая этот параметр и эту текстуру нам необходимо конечно же изначально расположить и и координаты чтобы у нас это все хари кори корректно располагалась после чего указываем путь до текстуры текстура ложится и черные места у нас остаются в блюре белые места остаются в четком отражении и играясь с тест этой текстурой конечно же фотошопе либо где-то в каком-то другом редакторе вы можете получить замечательный эффект например вот такой то есть когда у нас есть такие вот ссадины которые отражают очень хорошо или вот как вот на этом материале то есть мы видим такие вот пятнышки которые позволяют нам видеть вот хорошо давайте попробуем сделать просто на примере с какой-то текстурой вот у нас есть материал на нем очень хорошо видно то есть вот места которые у нас что-то отражает это у нас материал rubber резина здесь мы сейчас в нее зайдем то мы увидим что нет это не но у нас есть браш металл а здесь у нас есть карта шума и redshift но из она у нас находится в текстуре вот он но из мы его подгружаем в канал reflection равнас так вот мы можем сделать а reflection gloss потому как это у нас архитектурный материал но не принципиально делаем все то же самое что я сказал ранее вот у нас есть шум с подобными настройками которые были естественно под подогнаны к этому конкретному проекту и собственно мы получаем вот такую карту с отражениями то есть где-то у нас четкие отражения где-то не четкие хорошо по поводу вот этого всего цифрового мусора шурешек значит они у нас рисуются в фотошопе фотошопе в after effect и там же у нас они анимируются значит разрешение композиции 5000 на 5000 это у нас все отрисовано ручками сейчас я покажу как это делается буквально в два-три клика мы создаем новую композицию первоначально мы сделаем вот так создаем новую композицию новый проект создадим размер 5000 на 5000 берем инструмент пенту здесь убираем фил и составляем строк в один пиксель после чего начинаем рисовать просто рандомно зажимаем shift и начинаем ставить какие-то точечки и что-то отрисовывать отрисовали кликнули в пустое место хорошо есть какая-то уже какая-то движуха зажатым shift нам позволяет рисовать прямые углы то есть нам это можно сделать буквально в два клика и вот у нас уже есть какая-то композиция что-то мы такое крутое отрисовали также если вы будете делать подобные точки под углом то максимальный угол от 45 градусов то есть вы можете его перепроверить транспортиром школьным какие-то вот такие элементы они все набрасываются очень очень просто соответственно текст какой-то я уже показывать не буду это совсем элементарно по поводу анимации шурешек потому как они на самом-то деле в оригинальном видео они анимированы если вы сейчас посмотрите по-быстрому мы включим здесь вот то они конечно же здесь появляются как-то они живут моргают все это очень просто например для того чтобы родить вот эти шурешки чтобы они появились мы используем здесь эффект который называется trim path например он находится вот здесь мы открываем trim path у нас есть параметр end который нам говорит о том что это шурешечка может рождаться мы анимируем параметр end во времени 100 и вот у нас анимация шурешки делаем то же самое со всеми элементами и получаем анимированную шуреху то же самое делаем со всеми остальными все это барахло мы сохраняем в тиф анимацию секвенцию тифов с альфа каналом как накинуть это все в redshift и все это накидывал на плейн на самый обычный на самую обычную плоскость которую вы можете наблюдать на экранах то есть вот это как все выглядит издалека это несколько плоскостей на которых накинуты два материала значит материал с шурешкой выглядит вот так открываем шейдер граф это у нас выход на материал этот объект у нас всегда остается в поле зрения у нас есть redshift спрайт который я уже говорил в первой части урока он позволяет нам выделять альфа-канал у изображения и основным цветом у нас будет им конденсит материал который отвечает за свечение материала у нас есть выход color на вход в спрайт и выход на материал спрайт мы подгружаем нашу секвенцию значит по поводу секвенции мы подгружаем сюда первый файл секвенции переходим в animation выбираем simple после чего detect frames и таким образом у вас будет рендерится анимация накидываем на плоскость увеличиваем не окно а текстуру в размере чтобы она была подогнана под размер вашего плейна все анимирована она внутри вы можете анимировать ее вращение как и это я сделал я заанимировал у меня есть animated part под которые крутятся просто элементарное вращение то есть по одной оси даже рассказывать не буду как это делать все прекрасно знают один-два ключевых кадра по вращению внутри запихана запихан плейна с шурешкой чтобы она повторяла движение этого же вращение это нам позволит сделать вот такой вот эффект значит по движению камера движение камеры тоже это два ключевых кадра у нулевого объекта который находится в середине композиции давайте я это вот сюда уберу у нас в середине композиции есть нулевой объект который закрыл у которого есть два ключевых кадра это поднятие по высоте вот мы видите вот его высота и два ключевых кадром просто вверх вниз двигается у у камеры накинут тег вайбрейт со следующими параметрами чтобы симулировать движение ручной съемки остановлю shift чтобы симулировать движение съемки то есть как будто ее кто-то держит ручками вот собственно и все вот он весь проект вам на ладони был выложен это не секрет это просто какая-то и вообще я этот проект он и вредейкой можно назвать по большому счету потому как я его сделал за несколько часов но такое бывает очень редко потому что многие вдохновители и которые как-то повлияли на меня они конечно же это подобное что-то сделали но делали это на конечно же не день я думаю не два но работать там конечно же намного тяж тяжелее было сделано даже визуально воспринимается это но в любом случае мне результат который вы видите у себя на экранах он мне вполне доставляет удовольствие доставляет какой-то satisfaction я удовлетворен им он вполне неплохо себя чувствует и как внешне на картинке и так и у меня в голове значит по поводу настроек рендера у меня есть следующий параметр для минимального максимального количества сэмплов у меня есть а у вишки у меня есть мультипас для глубины спекуляр для рефлекшена и для и мишина на самом деле это можно было отключить я рендерил все в 30 кадров все кадры в разрешении не до full hd такое full hd с полосочками сверху снизу собственно мы это все отрендериваем и по большому счету в автор эффекте это минимальный цветокор накидывания лампочек по середке и я имею ввиду в наш какой-то центральный объект накидывания туда optical флэрс и все цветокор был минимальный depth of field был тоже минимальный то есть можем открыть сейчас например вот здесь нет здесь я вам не покажу у меня к сожалению на рабочем компьютере все осталось в любом случае мы можем сейчас просто отсчитать одну картиночку без сейф и посмотреть просто сколько это в режиме реального времени рендерится на на 980 geforce хорошо выберем какой-нибудь кадр например вот такой и запускаем рендер я надеюсь сейчас ничего не вылетит хотя redshift вообще не грешен тем фактом что у него что-то когда-то где-то что-то вылетает пару раз у меня вылетало это исключительно за того что электричество в офисе скакнуло ну а так все стабильно ну мы сюда я думаю вернемся когда он отсчитает эту композицию чтобы увидели сколько тратится времени на кадр 6 минут 6 секунд столько нам потребовалось чтобы зарендерить данную данную картинку данный шот я думаю что это очень очень быстро для такого качества по большому счету по секрету скажу вам можно было бы немножечко похерить количество сэмплов и уложиться например в пять минут на 980 geforce на geforce 1070 эта картинка рендерилась три минуты еще также имею совесть сказать что при подключении еще одной видеокарты время у вас сократится в два раза при подключении при наличии трех видеокарт время сокращается в три раза рендерингов то есть тесты были проведены и это очень очень здорово ну собственно дорогие друзья я думаю что на этом мы заканчиваем поэтому здесь и сейчас redshift обязательно ознакомьтесь с ним очень полезный продукт и будем следить за его развитием ну а с вами был безруков иван и сайт видеосмайл.ру я надеюсь что мы с вами увидимся еще очень-очень скоро что не будем опять затягивать с проектами и будем радовать вас хорошими уроками до скорых встреч друзья пока